Карагандинцы готовятся ко дню уфологии, который весь мир отмечает 4 июля. Говорят, в этот день происходят самые необычные небесные явления. Некоторые даже наблюдают НЛО в небе. Среди жителей Караганды немало тех, кто в инопланетный разум все-таки верит. Искали контакт с НЛО и наши корреспонденты. Это скорее контроль. Это сеанс погружения в транс ассистентки Кайрата Генебаева, известного карагандинского экстрасенса. Его еще называют вторым Эдгардом Кейси. Исновидящий видит будущее и прошлое. А недавно человек со сверхспособностями имел прямое общение с неземной цивилизацией. У меня один раз был контакт с неземной цивилизацией. Это Сириус, ну Орион Сириус так называемый. Это наши прародители. Те, кто нас сделал. Человек это полностью искусственная биомашина, скажем так. И, ну, у меня был один раз контакт, но это был чисто телепатический такой контакт. То есть не было видео, то есть я не видел картинки, я не встречался. Первые расследования об инопланетянах начались 4 июля 47-го года прошлого века. Тогда в Розвилле началось расследование катастрофы, которую многие считают крушением НЛО. Через 50 лет эта дата стала отмечаться как Международный день уфологии. Среди карагандинцев нашлись и скептики, которые в существовании инопланетной цивилизации не верят. И те, кто все-таки надеется. Мы не одни во вселенной. Вы верите в НЛО? Конечно. Вы, может, видели что-то подобное? Нет, не видела. В НЛО? Да нет, что это такое, вообще не верю. Нет. Тебе не интересно? Не интересно. А вот известный карагандинский травести актер Дива Риадна Арманди в инопланетян верит и даже мечтает с ними встретиться. В обычной жизни Владимир Карнаковский в силу своей деятельности однажды на Новый год даже переоделся в костюм инопланетного Деда Мороза. Что касается НЛО, конечно, что-то есть. Потому что если люди говорят, что вот они видят там тарелки какие-то или что-то, не верить им нет смысла, а как бы вот так вот. Я сам не видел ни разу, но если бы увидел, я бы этому не удивился. Великие уфологи мира говорят, что в этот день с 11 до 12 вечера можно увидеть разные летающие объекты. Возможно, именно сегодня карагандинцы смогут увидеть НЛО или какого-нибудь гуманоида. Амина Смакова, Лжас Габасов, Марат Култевев, Первый Карагандинский.